МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я отправляюсь туда, где Днестр за миллионы лет создал уникальные пейзажи и нетипичный для Украины климат. Когда на горе идет снег, у нас здесь идет дождь. 3-4 градуса разницы. Город-полуостров. Некогда польский курорт номер один в советское время превратился в столицу томатных магнатов. Когда-то за сезон можно было купить машину, а сейчас что? Но и сегодня тысячи украинцев и иностранцев едут сюда за особыми впечатлениями. Раз, раз. Десятитысячным городком вот уже больше двух лет руководит женщина, которая никогда до этого не была при власти. Я пошла в городской совет, единственное, что я хочу себе доказать, что ребенок погиб не зря. Но и в этом райском уголке не без ложки дегтя. Местные бьют в набат. Каньону грозит экологическая катастрофа. Все из-за планов построить на реке каскад из шести гидроэлектростанций. Все кричать. Все орут. Сохрани Днестр от гибели. Вот знаете ли, такой монстр Укргидроэнерго хочет похоронить Днестр. Хочет похоронить Днестр. Воплотятся ли в жизнь планы постройки гидроэлектростанций? И сумеет ли город вновь обрести статус популярного курорта? Как думаете, возможно ли из Крещатика рассмотреть реку Днестр? Не Днепр, а именно Днестр. Оказывается, возможно. Для этого надо отправиться на север Черновицкой области, найти там село Крещатик. Взбирайтесь на наивысшую его точку, и перед вами открывается вид на Днестровский каньон и город Залещики. Это, пожалуй, самые живописные пейзажи на всей протяженности Днестра. Реки, которая берет свое начало в высокогорье Карпат и впадает в Черное море. Стены Днестровского каньона обнажают уникальные геологические пласты. Благодаря им мы знаем, как выглядела жизнь на земле 400 миллионов лет назад. Любоваться краснокнижными птицами здесь можно, не покидая границ города. А такими изгибами, как здесь, могут похвастаться разве что американцы и французы. Но если вы спросите у жителей Западной Украины, с чем у них ассоциируются залещики, окажется, что вовсе не со сногсшибательными видами, а с помидорами. Город уже давно снискал славу томатной столицы. Все благодаря особому микроклимату, близкому к Средиземноморскому. В долине у нас микроклимат. Когда на горе идет снег, у нас здесь идет дождь. 3-4 градуса разницы. Он уже не молод и все время жалуется на боль в ногах. Но когда речь заходит о помидорах, тут же оживает и с юношеским энтузиазмом проводит экскурсию по своим владениям. Как правильно выращивать томаты, он знает с детства. Родители делали, и мы делаем. Зовут его Петр Барабаш. Но местные величают не иначе, как... Под теплицами большая часть его приусадебной территории. О помидорах дядя Петя рассказывает с трепетом и сознанием дела. Снег, мороз. Снег, мороз, а растение маленькое уже растет. А если будет мороз, снег будет падать. Как оно будет расти? Мороз, то что, как будет вырасти? Влютому, влютому. В феврале мы уже сеем рассаду. Когда мороз, приходится дровами топить буржуйку. Такие усилия уже себя не оправдывают, сетует Петр Васильевич. Ведь сегодня выращивать и продавать помидоры стало неприбыльно. То ли дело раньше. Но вот сколько вы могли за лето заработать в 80-е годы? Я делал 4 ходки в Калининград и мог купить себе машину. Ладу, жигуленка мог купить. Томаты у дяди Пети любого размера и на любой вкус. Тут тебе и классическая сливка, и молдавские сорта, и новомодный помидор черри. На вопрос, сколько денег приносят его теплицы сейчас, отвечает так. Не смейся, даже не хочу говорить. Оплатить все эти работы, метр пленки. Ну постойте, все-таки если вы выращиваете, вы на этом что-то зарабатываете, наверное? Да зарабатываю, на хлеб и соль. Обойдя свои теплицы и рассказав об аграрных тонкостях, Петр Васильевич напоследок решает одарить меня несколькими килограммами своей продукции. Смотри, уважаемый, вот так берешь себе и рвешь. Хорошо? Да потом будешь есть, не бойся, они не отравленные, я их сам ем. Неудивительно, что красный цвет основной на местном рынке. Томаты здесь продает каждый второй. Урожай в Залещиках прям как в Италии. Дважды в год. Продавцы уверяют, именно залещицкие самые сладкие. Куда лучше закарпатских, херсонских и уж тем более турецких. Местные помидоры – это бренд, выдержанный десятилетиями. Везде в Тернополе пишут «залещицкие помидоры», «залещицкие помидоры». Для многих выращивание томатов – семейный бизнес. Калина занимается этим еще с советских времен, когда помидоры были в дефиците. С досадой признается, сегодня это уже не настолько выгодное занятие. Когда-то помидоры стоили 25, даже 30 рублей за килограмм. Ого, рублей? Еще советских? Да, теперь круглый год есть – турецкие. Турецкие по 50 гривен берут, а эти по 5 нет. Но не томатами едиными. Как оказалось, в этой местности растет еще и первоклассный виноград. «Залещики» когда-то называли городом виноделов. Здешний климат и почва позволяют выращивать виноград, который не уступает по качеству тому, который растет на юге Украины. Каждый год здесь проводили фестивали вина. В советское время традиции были утеряны. Но, к счастью, находятся те, кто готов их возрождать. И сегодня здесь день сбора урожая. Под виноградом здесь более двух гектаров земли. На такой относительно небольшой площади произрастает более ста сортов. Николай Гуйван занимается этим уже пять лет. К идее выращивать виноград пришел благодаря семейным традициям. Мой дед еще занимался. Такие террасы у нас были на склонах в Добровлянах. И на этих террасах все было засажено виноградом и абрикосом. Виноградарство – отличная альтернатива помидорам, считает фермер. Свой товар он без проблем сбывает на оптовых рынках. Ведь конкуренция, в отличие от томатов, здесь небольшая. Но чтобы виноград покупали, он должен быть сладким. А добиться этого – целое искусство. Если я очень много оставлю винограда, больше 20 килограммов, этот куст может не потянуть. А 20 килограммов он нормально дозревает, набирает сахар. Можете любой попробовать, он сладкий. Да, правда, я в этом уже убедился. Но, как оказалось, в залезчиках есть чем удивлять, помимо помидоров и винограда. Точнее, кем. Среди этой шумной толпы на окраине города вряд ли можно идентифицировать мэра. Так и в жизни. Она не ездит на последние модели Мерседеса и не носит костюмы от известных дизайнеров. От жителей этой улицы ее отличает разве что сконцентрированный взгляд и четкость изложения мыслей. На 12 часов должен быть щебень. Уже договорено. Вчера договорились обо всем конкретно. Алла Квач привыкла лично решать городские проблемы, напрямую общаясь с людьми. Простота и доступность. Качества, как правило, не свойственные мэрам украинских городов. Я не знаю, как это власть. Я говорю, я рядовая залещанка, у которой немного больше полномочий и больше ответственности. Ответственности точно больше за все. Даже ливень в залещиках виноват мэр. Живет она в весьма скромном, нетипичном для мэра доме. Давайте я это заберу. А, чай. Еще чай. Руки помыли? Алла Квач по образованию стоматолог. И по совместительству многодетная мать. Причем разница между первым и пятым ребенком 24 года. Это было тяжелое решение в свое время. Когда старшему ребенку было 24 года, Захару было 24 на то время, Оры 121. Довольно тяжелое решение, но мы сделали правильный выбор. Теперь у нас на старости есть маленький энергайзер. Маленький энергайзер. Ариане 6. В этом году она пойдет в первый класс. Больше всего на свете любит свою собаку, лазить по деревьям и брата Орыста. Это с кем ты? Это я и Орыст. Это я и Орыст. А Орыст кто такой? А Орыст это кто? Брат. Ты любишь Орыста? Ты любишь Орыста? Ты любишь Орыста? Я люблю. Портреты Орыста не просто часть семейного фотоархива. Его изображения на нескольких билбордах, установленных по городу. Он прошел Майдан, а после этого ушел добровольцем на фронт. Погиб в 2014. Ему было всего 23. После гибели сына его друг рассказал, что когда Орыст был здесь в последний раз, это их любимое место отдыха, они сидели вместе, смотрели на залейщики и Орыст сказал, что неплохо было бы посадить здесь дубы. Говорит, лет через 50, когда дубы будут могучими деревьями, а мы с стариками придем, сядем на эти дубы и будем смотреть на свой город. Мы решили посадить в память о нем эти дубы. Он так хотел. Это его воля. Он так хотел. Это его воля. Алла Васильевна признается, о политике никогда не задумывалась. Но после гибели сына она активно занялась общественной деятельностью. А два года спустя уверенно выиграла выборы городского главы. Причем новость о том, что она блокируется в мэры, узнала от своего пациента. Я выхожу, а он говорит, вы идете в мэры. Ну, я рассмеялась. Люди говорят, что вы идете в мэры. Он уже даже не спрашивает у меня, а утверждает. Люди говорят, что вы идете в мэры. Ну, это залейщики. Я еще не знаю, что иду в мэры, а люди уже знают. Это типичные залейщики. Управление городом для нее вовсе не игры в политику. Все гораздо приземленней. Алла Квач сумела восстановить два городских парка. В этом парке были дебри, знаете, как в Гарри Поттере, лабиринт. В городе есть теперь смотровая площадка, новые лавочки, зона барбекю и бесплатный вай-фай в парке. Сегодня она лично контролирует процесс установки спортивной площадки. Хлопцы, скейки. Ребята, сколько надо? Полтора куба. Простые решения и действия, понятные людям. Мэр верит, что она на правильном пути. Все так, как хотел ее погибший сын. Я пошла в городской совет и единственное, что я хочу себе доказать, что ребенок погиб не зря. Что можно в этом государстве, в городе в частности, что-то сделать. Ее мечта – сделать залезчики туристической Меккой и вернуть статус популярного курорта, который город утратил 80 лет назад. До войны это была ривьера, польская ривьера. Когда-то на этом месте был пляж солнечный. Под Нестру ходили яхты, неподалеку были теннисные корты, а побережье было усеяно пансионатами и домами отдыха. Сегодня о былой роскоши напоминает лишь черно-белые фотографии. После Первой мировой войны Днестр стал естественной границей между Румынией и Польшей. Залезчики принадлежали последней и были самой южной точкой государства. Уникальный климат и живописные пейзажи привлекли сюда солидные инвестиции. И к 30-м годам город становится польским курортом номер один. В середине 30-х годов, в 35-м, 36-м каждый год здесь отдыхали 10 и больше тысяч. Город имел два пляжа, здесь проходили конные забеги и соревнования пловцов. Залезчики жили жизнью роскошного курорта. Один лишь факт, что здесь было прямое железнодорожное сообщение с Варшавой, говорит о многом. Его называли скорый пассажирский или скорый особый поезд Варшава-Залезчики, который выезжал из Варшавы в 22.05, прибывал в Залезчике в 7 часов утра. Вторая мировая, советская власть и несколько крупных паводков поставили крест на туристическом потенциале города. Говорить о возрождении курортных традиций пока не приходится. Тем не менее, из года в год Залезчики привлекают все больше туристов. Даже из-за границы. Меня зовут Денис Гюнер, мне 16 лет и вообще-то я родом отсюда, но живу в Турции. То есть ты родился здесь? Да, я родился здесь, но мой отец турок и поэтому мы живем в Турции. Денис не разговаривает на украинском, что, впрочем, не мешает ему приезжать в Залезчики каждые два года. Это очень спокойный город и если вы хотите отдохнуть морально, я очень рекомендую ехать сюда. Но все же большинство туристов стремятся сюда не просто, чтобы полюбоваться невероятными ландшафтами. Их привлекает более активный отдых. Принцип гребли очень прост. Это чем-то похоже на то, как крутить педали. Одновременно работают две руки. Если это подтягивает, это отталкивает. Если будете грести другим способом, устанете за две минуты. Я решаю ненадолго превратиться в активного туриста и на собственной шкуре прочувствовать, что же такое сплав по Днестру на катамаране. Смотрим за первым и опускаем весло в воду синхронно. Раз. Раз. Вместе. Сплавляться можно всего пару часов, как это делали мы. А можно и несколько дней с остановками на ночевку. Все зависит от желания и возможностей. Но сказать, что это увлекательное занятие, не сказать ничего. Ну где вы еще встретите краснокнижных цапель на фоне 100-метрового каньона? Сплав по Днестру – один из наиболее популярных видов туризма. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов именно за таким отдыхом. Особых усилий прилагать не надо. Течение само несет тебя вниз по реке. Но все местные жители в один голос повторяют – вскоре всему этому может прийти конец. Если построят ГЭС, никаких сплавов по Днестру не будет. Да и никакого Днестра не будет. Уничтожить эту красоту Днестровского каньона, этот заповедник ради каких-то 390 мегаватт электроэнергии – это недопустимо. Надо думать о том, что мы в будущем оставим своим детям и внукам. Мэр говорит о возможном строительстве на Днестре каскада из шести гидроэлектростанций. Таковы планы госпередприятия «Укргидроэнерго». Алла Квач уверена – это приведет к экологической катастрофе. Вешать людям лапшу на уши, что вы будете купаться, как вареники в сметане, что у вас тут будут нью-васюки и международный шахматный турнир. Скипсис мэра по поводу строительства каскада ГЭС разделяет и местный эколог. По его прогнозам, в таком случае будет уничтожена единственная в своем роде экосистема с десятками видов реликтовых растений и уникальных животных. Если начнется строительство, представляете, это же не просто дамбу принесли и поставили с вертолета. Сюда хлынет много тяжелой техники, будут разрыты берега, откуда-то надо будет брать материал. Поэтому я прогнозирую, что очень много этих участков будут повреждены. Мэр убеждена, каскад ГЭС на Днестре не нужен никому, кроме самого Укргидроэнерго. По ее словам, чиновники просто хотят набить себе карманы. Я дважды была на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экологии. Последний раз в апреле этого года. Около ста человек съехались со всей Украины. Экологи, гидрологи, общественные организации, представители Бургского гарда, даже общество рыболовов было. Все против этого. Сидят пятеро представителей Укргидроэнерго, 70 или 80 плюс, и просто ухмыляются. Во главе с сиротой, которая является директором Укргидроэнерго. Начали с сиротой, которая является директором Укргидроэнерго. Игорь Сирота руководит госпредприятием с 2011-го. Я решаю встретиться с чиновником, чтобы лично узнать его позицию. Я часто слышу, что затопят 30 тысяч гектаров земли, 100 тысяч. У кого какая буйная фантазия, эти территории затапливаем. Эти территории затапливаем. Что мы села будем переселять, что мы заберем у людей недвижимость. Это все не соответствует действительности. Но местные экологи давно не верят доводам сироты. Они не сомневаются, что если ГЭС все-таки построят, течение Днестра замедлится, река начнет свисти, а часть прибрежной линии уйдет под воду. Мы имеем живый приклад на иснующих... У нас есть живой пример. Существующие водохранилища, например, реки Сирет, уже практически на 100% заилины. Проверить тот самый живой пример я отправляюсь лично. Это село Бильче-Золотое, в 40 километрах от Залещиков. Сегодня, когда-то заманчивый для туристов берег, больше напоминает болото. Но Игорь Сирота уверяет, на самом деле проект еще очень далек от реализации. По его словам, пока даже не проведены необходимые исследования и испытания. И самое главное – нет согласия местных жителей. Все орут. Сохраним Днестр от гибели. Вот знаете ли, такой монстр Укргидроэнерго хочет похоронить Днестр. Хочу подчеркнуть, мы ничего не будем строить без согласия общественности. Пусть все услышат. Но в Залещиках чиновника пока не слышат. И позиция, как местных жителей, так и мэра, предельно ясна. Если мы все вместе станем, как кулак, если все объединятся и выступят против, то Укргидроэнерго это не удастся. Времена уже изменились. Уже часы изменились. А этот человек, хоть и не специалист в вопросах экологии и гидроэнергетики, но твердо убежден. Каскад ГЭС превратит Залещики в болото. Каскадные ГЭС запрещены в Америке с 85-го года. И сейчас они тратят бешеные деньги, чтобы их демонтировать. Мы, наверное, идем каким-то неправильным путем. Кто-то хочет заработать лишние деньги. Или отмыть лишние деньги. То, что можно обойтись без ГЭС, местный предприниматель показывает на собственном примере. Он не покупает электроэнергию у государства. Он добывает ее сам. Крыша его дома — это сплошная солнечная батарея. Практически могу обеспечить 10 домов подряд. А куда вы деваете остаток электроэнергии? Продаем. Кому? Государству. По киотскому протоколу до 2019 года прописан тариф 0,18 евроцента за киловатт. Здесь все автоматизировано. Данные в режиме онлайн выводятся прямо на экран смартфона. За сегодня уже сгенерировано 159 киловатт. За сегодня уже сгенерировано 159 киловатт. Это уже без налога. Налог снимает автоматически 23 евро. На сегодня мы имеем 757 евро за месяц. 757 евро за месяц. Альтернативную энергию здесь добывают и в более внушительных объемах. Один из склонов соседних добровлян буквально усеян солнечными панелями. Здесь больше всего солнечной энергии. Солнце встает и заходит, и целый день все освещается. Электростанция занимает площадь 8 гектаров. Построили ее всего за полгода. Работают здесь 6 человек. Все процессы контролирует компьютер. Вся территория разделена на три линии, на три части. И отдельно по каждой линии выводится, сколько за сегодняшний день, сколько за вчерашний, за месяц. И в сумме от запуска электростанции. В планах строительства еще нескольких солнечных электростанций в соседних селах. А вот к перспективам использования гидроэнергетики здесь относятся скептически. Каскад электростанций для чего? Каскад электростанций для чего? Вот есть земля, которой они используются. Море ее, море. И люди предлагают во всех селах. Мы ездили, разговаривали с людьми. Они сами дают согласие. Здесь нет никакого принуждения. Люди говорят, стройки у нас. У нас будут рабочие места. Они сами готовы решать свои проблемы. Но, по правде говоря, залезчикам еще очень далеко до статуса курорта. Многое еще предстоит сделать. Ведь красивые пейзажи компенсируют отсутствие инфраструктуры далеко не для всех. Но познакомившись и пообщавшись с этими людьми, я пришел к выводу, что им по силам сделать город туристическим центром. Я уверен, что фраза «добро пожаловать в залезчики» будет все чаще звучать на английском. Welcome to залезчики.